День деревни, так же, как возрождение деревни, отмечать, ближайшее воскресенье к 14 мая. 14 мая 1991 году я приехал сюда в Грузетную, три человека были я, Надежда Васильевна и Валентина Афанасьевна. Родили палатку, мы считаем, что это начало жизни уже новой потеряется. Возраст хороший уже. Мне когда-то в детстве очень хотелось, чтобы когда же мне будет 17 лет исполниться. Не знаю почему, но так хотелось, что 17 лет. Когда 17 лет исполнится, я уже буду какой-то такой сильный, наверное, и умный, и самостоятельный. Но прошло 17 лет, и еще 17, и еще 17. Вот уже 64 года. За эти годы кто-то приехал, кто-то уехал. Одна семья уехала у нас в Германию на место жительства, одна в Грецию, во Францию уехала от нас. Это люди на постоянное место жительства поехали, по различным там обстоятельствам. Кто-то женился, что жена там немка уехала в Германию, родители. Это же в Грецию уехали там тоже. Вот, но эти тоже какие-то причины, что нужно было уехать. Другие уехали, просто попались по ошибке сюда. Приехали. Первый один приехал, что от элементов. Думал, скрыться от элементов потеряешься. Но здесь все на виду у нас, от элементов здесь не скроется. Кого-то попросили уехать. Просто, если сказать так, выселили за нарушение устава и за распутство в жизни. Так скажем. Одну семья уехала тоже. Общее собрание приняло решение, что мы уехали за пьянством. Теперь получаем известие с того места, где некоторые нас жалеют. Вот, таких людей, и вот видишь, что, ну, батюшка виноват, конечно, и сжили этих людей. Получаем оттуда сообщение. Там большое село, говорит, уже все соседи возмутились. И шельцовец ставит решение выселить их оттуда, в той деревне, где они уехали, жить в Новосибирскую область. Такие хорошие люди. Можно было бы, говорит, здесь исправить, но у нас не исправительный лагерь. У нас есть устав, кто имеет право здесь поселять. Возможность такую, кому дается. Это человек, который не пьет, не пурит, не ворует и не сквернословит. Это желательно, чтобы был православный верующий. Вот это, этими качествами человек должен обладать. Если этого нет, то нечего здесь делать. Потому что он просто здесь не привьется. Это все равно, что в Кассини прививать яблоко. Оно ведь яблони осиное, оно не привьется, никак. Должно быть что-то родственное здесь, обязательно. Кто-то уехали, попали по ошибке. Думали, что здесь можно разбогатеть и как-то что-то жить. Но обстановка резко меняется. Сегодня так, что нужно надеяться только на свои силы, на свои труды. Просто так, где-то по дешевке что-то взять нельзя. За бутылку какой-то браги никого не на меж сегодня привезти что-то или сделать. Что-то, уже никто. Если вчера приехал к нам с урывки пахать, то сколько сказал, столько и платили за спаханную шутку. Он за так просто не поедет. Потому что он за все платит. За трактор он заплатил, купил. Трактор ему еще рассчитывается. За солярку нужно заплатить ему. Ворованный сегодня негде ему своровать тоже. Как раньше было солярку, так просто не выливали. За каждый литр нужно платить и платить очень хорошие деньги. Поэтому кто-то по ошибке просто попал сюда и уехал. Кто-то просто не оценил того, что здесь есть. Говорит, я ради детей, ради детей уехать туда, где нет храма, где нет верующих людей, кругом, и ради детей туда ехать. Ну, ясно, чтобы детей, дети были в мире. Вот недавно я прочитал газету. Он миллиардер, даже богатый человек Стервигов, жил в Москве. Как он нажил этого богата, не знаю, ну там какая-то фирма была или что-то. Ну, он уехал, бросил в Москву, уехал где-то в Подмосковье, там в глухую деревню. Ты говоришь, его спрашивают, чего? Я говорю, только ради детей. У него есть деньги, конечно, он нанял учителей, учителя дома учат детей, чтобы школу, говорит, в это не отдавать детей, чтобы дома сохранить детей. Он, как я считаю, православный верующий, хотя я, говорит, официально со многими не согласен. То есть Московская Патриархия, по многим вопросам, я, говорит, хотя не согласен, но считается православным верующим. То есть люди ради детей идут на многое, уезжают далеко от города, чтобы сохранить детей. Вот у нас получается наоборот. Ну, вот такая обстановка. Приехать, говорит, а почему не приезжают сегодня? Приехать очень, сегодня это затруднительно. Это раз. Ну, и во-вторых, таких, чтобы что-то приехать, пока не находится. Сейчас мы дали объявление, я в Москву послал объявление, послал в Австралию объявление, чтобы там дали в средства массовой информации. Может быть, кто-то, потому что переезжают здесь. Знаете, только семей с Австралии переехали, в Воронежскую область две семьи и в Приморскую. В Приморский край там три или четыре семьи уехали. С Австралии жили в Сидее они и переехали русские. Переехали жить сюда, в Россию. Хорошо, это же нет. Ну, вот сейчас наше объявление там отвечает. Может, кто-то и откликнется и приедет сюда. Но мы сразу там же объявление, те же все объявления, как было, и говорим, кто может сюда приехать. Поэтому на каждое письмо пришедшее мы отмечаем. Знакомимся по письму с человеком, а тогда уже даем согласие ему приехать, посмотреть. Вот было, приехал в Батюшку. Сам смотрел, все хорошо. А оказалось, совсем не то. Уехал все, от себя оказывается. Кто-то должен оставить здесь какую-то память. Как говорил подповедник на проповеди. Должна какая-то память остаться добрая о человеке. Уехал, а осталась только память. И две спиленных березы. Ни одной посаженной нет, а спиленных две хороших березочки есть. А позади, ни одного кустника нет посаженного. Вот эта память осталась. Поэтому нужно что-то доброе сделать, посадить доброе. Будет ли дальше, потеряя их, как процветать там или все. Ну, пока живем. Сами себя каждый кормим. Слава Богу. Живем. Все дети учатся. И у нас учатся. И наше, скажем, образование не хуже Корченского получается. Так что наши учителя стараются. Трудятся над каждым. Уже поступают в университет, как наши ученики учатся. В Барнауле. Так что, ну, скажем так, что жить можно. И благодарить Бога за то, что есть у нас. Наши свободные велосипеды бросили. Я хожу по деревне вечером, другая, собираю велосипеды. Ну, велосипед смотрю, бросили, прямо возле дороги лежит. Затащил к себе. На другую днюю ищу. Ох, велосипед потерял. Нет велосипеда где? А уже, ну, знают, тогда идут. Батюшка, вы не брали мой велосипед? Нет, у тебя дома я не брал. Я взял вот там вот, на дороге, голову затащил. Ну, беспечность, страшная беспечность уже. Стоит машина, добрая машина. Смотрю, вечером подъезжу. Дверги открыты, ключи, зажигание. Ну, подходи, садись и ехал. Даже ничего не надо. Просто, если умеет заводить, через поворачку и ехать. Полгибай, бензина, все. Машина готовая поездка. Любой человек. Беспечность нам ужасна. И Господь, несмотря на это, даже еще нам там родил и хранит, 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 хранит. Ну, вот так вот, 17 лет прошло, слава Богу. Дальше начинается уже, как говорится, возраст, возмужание. Должно быть. Как это будет проходить, мы поживем, увидим. А пока за все, слава Богу. Тогда мы молимся и благодарим Бога за тех людей, которых нам Бог посылал за это время. На пути наши. При самом становлении, потеряем их, и даже и сейчас. Значит, вопрос. Какие вот сейчас, допустим, ты первый день приехал 14 мая, 1991 году. Что ж, чего ты не ожидал? И что ожидал, что сбылось и не сбылось, и какие бы, ну, надо заранее бы меры принять, чтобы этих ошибок не было. Уже с учетом опыта, который есть. Чтобы ошибок не было, этого нельзя, потому что мы на ошибках же учились. Ошибки должны быть, чтобы выжил. А что приехал я, я все приехал, я никогда не думал, чтобы будет там людей столько будет, там школа и храм. Я не знаю, просто думали, ну, ладно, я там построю, там видно будет что-то. Вперед не загадывали. А что, как-то сделать лучше? Я думаю, что то, что есть, то есть. А как лучше сделать? Можно или что-то, как бы получилось из того, что я думаю, лучше? Я не знаю. А то, что есть сегодня, я знаю. Так я хочу к этому добавить. Ну, что батюшка говорил, вот упоминал, там миллиарда, Стервигова, когда пензинские затворники под землей оказались, он приехал туда, как православные, сильно разговаривает, я вам дам место, вылазьте. Там у меня ИНН, не надо принимать продукты, с этими скотами, знаками-то не надо, у меня все там есть. Ответа не последовало. Я сразу же читал Комсомольскую правду, а по этим затворникам от Комсомольской правды, Марселев от Николая работал. Вот сейчас газета Комсомол, он с Толарионом сидит беседой, две страницы полностью. Ответа не было. Я сказал, и нам есть куда пригласить, тем более у нас есть дома. Некоторые люди уехали, дома-то пустые. Вполне можно было, ответа никакого, то ли не передали. Но Барсегов оказался, не Барсегов, Стерликов, когда он был в Барнауле, был у Никиты Санарова. И там коснулось на моей книге. Он и с нами не согласен. Почему? А Стерликов он что организовал? Он ничего не организовал, он один. У него много денег, естественно, деньги нажиты и не горбом, своим миллиардером у нас так просто не делается. В стране это за счет чего-то не видно, где там пенсии там, где-то в этой области купился. Ну, он решил заняться коневодством, лошадей, разводить, и что-то тоже. Он один. Почему? А вот начинает двое-трое согласились, какая-то компания. Проходит маленько времени, пошло в разрез. Конкретно нам помогает Максим Малицкий. Большую машину мне дают. У них солидная фирма, они строят большие дома в Барнауле. И на днях меня порадовали за Максима. Я не знаю, с чем связано, я отнесся к тому, что его ноль. За него можно. И вот предложили эти деньги вложить в казино. Деньги вложить там чуть ли не кабары ночной. Там у них где-то большое здание, и там внизу. И сразу подсчитали, к прибылю громадная прибыль. А товарищей сколько там человек? Пять было компания. Они все заодно. Он говорит, я не согласен. Как? Всегда в махт играли вместе, там бильярды настаиваемые. Нет. Почему? Не могу сказать. Я против. У них дошло до разрыва. Ну, что-то там еще помешало. И это дело показало уже всем, что не надо его делать. Они тогда пришли к нему и... Ну, они пришли там, где были, и говорят, а ты прав был. У нас деньги-то пропали бы сейчас там. Видимо, закрытие это игорного бизнеса там и прочее. Вот оказывается, даже давно, они уже работают, может, больше 10 лет, и пять человек, и уже нету мира. Что спрашивать? А это у нас такие правила. Жить по усталу. Библия. Из одного этого пояса. Сколько мы здесь приняли решений. Как только в город все далось себя, то есть, ну, разные такие мелочи прям. Я никогда не думал, что из-за пояса столько будет перепетель. Ну, с бородой. Что такое, особенно, борода, волосы, плох волосы? Ничуть не бывало. Мы больше 10 человек в Барнауле такая потеряли, из-за бороды. Начинает бороду постригать, мы избавляемся, и все. Сколько по форме было, по опозданиям, это накапливается потенциалом недовольства. Ты приехал сюда. Задача какая? Восстановление потеряем. Но если ты знал, что такая задача на благочестивых старинных обычаях, то что ты сделал здесь для того, чтобы эта задача выполнена? Уезжаешь, ну, конечно, результат. Ты не выполнил, твоя стойкость отражается на детях. Вот это вот необходимо прям сегодня, я говорю, включить в молитву. Больше никак. Валерий Владимирович, мы сейчас стоили в администрации. Наш первый, скажем, этот бенценарк. Вы можете посмотреть на 17 лет? Я считаю, что говорить нечего. По желанию какое-то, знаете. Покажено, что сиропу существовало 17 лет, и школа 10 лет подпочитала. Что оно себе говорит, что есть возможность на этой земле жить, работать и выживать. Растить детей, учить их и продолжать свой род. А перспектива, конечно, если будет село укрепляться новыми, хорошими людьми, будет развиваться и поселок. Всего вам хорошего и долгих лет. Благодарю. Благодарю. Спасибо, Иван. Ну что? На трапезу пригласили. А Лев Толстой много воевал. Вот это все расписано в своих рассказах. Ты, говорит, не обидься, я тебя спрошу. Скажи, ты женщину знаешь? Он говорит, нет. И Лев Толстой говорит, стар я стал, и слаб на глаза мои. И прослезился. Обнял его и поцеловал, и сказал, какой же ты молодец. Вот. В этом рассказе заключено очень много. Как надо хранить молодежь. Елене Анатольевне, учителям всем, большую благодарность слышали сказать. Вот это поставят все. А я их-то знаю, этих там вообще-то. Вот ребятишек-то. Им больше соответствует, когда они спиной стояли, над надписями на них были. И думаю, любую надпись, на любого перевешивай, не ошибешься. А кому написано, не в послушании, думаю, как здорово его придумали. А потом мысль на перевес, я думаю, и ему это подойдет. Ложа. Да любому положи, они все одинаковые. А как повернулись сюда, и думаю, а вы выкладываете все это, чтобы по сравнению было не имеющее мучение Господне. И вот подошли к дверям этого самый великий момент был. Я зато ус говорил. Девы скучат. А высший Господь дает ответ через посредников, через проповедников, через ангелов. А тут сам, обычно, когда кто-то отвечает, говорит, ну это еще, знаешь, секретарь ответил, еще там в Москву можно жаловаться, ну если там в Москву, подожди, я еще под президента найду. Христос это как президент, он сам лично отвечает. Не знаю вас. Отойдите с ним. И самое страшное, что он им дверь не открыл, и лица не показал. А они жили, всю жизнь ждали его. Вы понимаете, сколько здесь показано. Я даже шел с работы с этим хорошим юношей. Вместе работали. Мы дорога длинная, эскетимия, реконструкция, город, Малай, мы ночи ведем. Я ему рассказываю вот эту притчу о Сеятеле. Когда рассказал, я говорю, Володя, а он чем-то наполняет Валерия Григорьевича. Просто такой красивый парень, русский. Я говорю, скажи, к какой ты категории относишься? Ну ты столько уже слышал. Ну отдайте свое сердце Господу. Ну живите для Бога. Я говорю, ты при дороге, вот это что, сколько ты от меня слышишь и на работе. Ну нет. Меня так и в нас здесь. Я зря, что ли, по мне же. Я многое уже перенял. Многое. Я потом к этому еще и вернусь. Я говорю, ну ладно. Ну вот мы камни. Да на меня никто и не гнал, никто не знает, что я верующий. Нет. К камню я не отношусь. Что, у меня сердце каменное, что ли? Ну, Володя, третье, это терния. Загрушила, заботами. Сколько я сею, тебе не растет ничего. Да. Ну я кури, ну, на ней, по гипачке-то не выкурю людей. Что у меня там, в табаке заросло, что ли? Ну выпиваю иногда, ну, культурно пью, данная-то культурность, я алкаши-кюри культурно. Никак не соглашаюсь. Я говорю, я осталась в последнем, вот это. Ну, может, ты не во 100 крат, 60-30, а парень-то разумный, умный. Он с должностью там, может, главный должность в районе занимает. Он думал, к этим, как я себя припишу, какой порт, я не пропал, мне это. Я говорю, Володя, другого-то нету, 4 и все прошли. Ну давай еще раз, начнем. Или в обратном порядке. Все-таки к первой дороге ты относишься. Потому что дорога, это разные мнения, газеты, телевидения, там прошли, прописочили все. И семя, которое ты слышишь, дорогой брат, потому что умирать скоро. Когда ты сердце донашь Господу, я говорю, ну время-то близко уже. Это вот сейчас, скажи, Господи, разрыхли эту почву, чем апостольским языком, как плугом. Язык-то, и зорвый, и зорвый. Да поле и дождем, тут два источника таких мощных. Да открой сердце и скажи, Господи, ну пусть не 100 крат, ну какие 100 крат, когда уже за 30 лет переводила. Ну хоть 30 крат, меньше-то нету. Я другим детям, внукам напишу. Я нашел Бога. И вот этот, кто это придумал, это поставил, кто-то составлял, видимо не свое. Это так страшно. Я приходил на служение баптистам. И любил заказывать. Я много знал. Там о церкви, люблю я, ну дом Господь, церковь. А одна есть такая, есть место, есть. Господь тебя зовет. И дальше, есть и привет. Весь хор как грянет. Вот здесь-то там молодежь, голоса не пропитые. Хор там 120 человек. Представьте, они поют, иди, иди, Господь тебя зовет. Он ждет тебя. И дверь еще открыта. И хор, есть место, есть. Господь тебя зовет. И опять, о, поспеши войти. Время еще не кончилось. Ты еще живешь. Еще дыхание у тебя. И хор опять. Есть место, есть. И последнее. Не вечно ждать будет Господь. На стадии денег и умрешь. Господь придет. Я своими словами передаю, а там все в ревнованах будет. И страшный вопль услышишь ты тогда. Нет места, нет. Затворены в ротах. Это окончательно. Ни через посредников, а сам. Признак крайнего отвержения, что лица не показал им. Вот что здесь у вас заложено в этом. Не просто прошли девчонки, ну, до конца-то не понимают. И тут отвержены, улыбаются. Но столько людей, внимания им, то другое. Все слушатели сегодня, поймите, эта жизнь кончится очень быстро. Я вот здесь бегал, вот в этом пруду, вот рядом. Я тонул. У меня Коля Серебряников в корчине живет, у меня спас. Запомнил в стене нога, я потонул. Я не могу никак вылезти из-под деда. Он увидел, что я его в пузыри пускаю. И меня поднял, он с дорогой был. И спас. Я мог тогда уйти. Где я горел, плавал. Сколько у меня было опасностей. До чего он меня Бог спас. А вот для того, что вы сейчас встретите, сказать, что Рим Николаевич ценил соломудрие. Я понял. Он жил по женскому вопросу, и я неутомимый был. Понятно, что как у Пушкина 113-ю вовне. Но наступает смертный час. Александр Евгеньевич во всем раскаивается. Просит у царя прощения. Два раза причастился. И он примиренный уходит из этой жизни. Вот чтобы этот концерт, вот это потеряю, это все, чтобы кому-то, одному здесь сидящему, дало шанс войти и вот тут дверь пока она еще не закрыта. Дети трудились, если они время свободное уделяли. Они старались, об этом молились. Кто еще из вас не примирился с Богом? Поймайте этот момент. Завтра его может не быть. Вы приехали из такой зали. Вы поймите, Христос это счастье, это любовь. Вот недавно центральная газета, это Путин, язык называется, это российская газета, учредитель правительства Российской Федерации. И на первой странице патриарх Алексей, Христос воскрес, и написано, Христос воскрес, и потому смерти нет. Это ни в одной религии мира нет. Представляете, самое страшное, это смерть. Оказывается, смерти нет. Она побеждена Христом. Я побыл там, где как мемориал Томленки, павший в боях за освобожение Родины, Великую Отечественную войну, и там герои, и здесь написано, смертью смерть по фразу. Если бы вы знали, откуда эти слова. Это Христос на Голгофе около Иерусалима разбил сатану на голову. Смерти нет. И малые дети возвещают. Господь говорит, камни умолкнут. Люди умолкнут, камни возобьют. Малые дети сегодня нам показали, когда я говорю, есть место есть, а потом нет места где. Так и сегодня двери открыты. Благословен Господь, который позволил нам все это услышать. Завтра будет не так. Сегодня у тебя товарищи, друзья там по кабинетам. Этого ничего не будет, когда человек умирает. Он один. Я один, и ничего нет. Пустота. Куда тебе кто поведет за руку, когда ты умрешь? А когда умирает человек верующий, он говорит, богослови душа моя, Господа. Хозяин мой, дворец, ты ждал меня. Я выполнил миссию твою. Не совсем. Прости меня. Ведь Господь любит милость. Мы к Богу пришли и сказали, справедливости. Я иду в администрацию и пишу, я ищу справедливости. А у Бога не надо искать справедливости. Бог не дает справедливости на земле. Он говорит, справедливость на суде Божьем. Я даю милость. Дар. Какой ты есть? Убийца, бродяга, насилие. Раскалься. И так прежняя жизнь умерла, будет новая. Я детей благодарю, что вы столько потрудились. Вы меня сильно порадовали сегодня. Я вас жду в лагерь. Мужчин вас там был. Позди, Христос. Не зря потеряется состояние. Позди, Христос. 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 А дыни, и поверь, Будем славить Его. Почему весна такая чудная, С изумрудной росписью окрест? Почему душа, как серная чутка, Он воскрес? Радость потекла живыми руслами, Словно сок разбуженных берез. Почему ушли минуты грустных? Он воскрес! Мы Его одеждами багряными, Оправдались получив весь сон. Почему идут к Иисусу званые? Он воскрес! К солнцу ветви потянулись, Словный сад весенний ароматы льет. Сердце почему стучится взволнованно? Он грядет!